Как избавиться от икоты? Есть несколько способов, как научные, так и битвы экстрасенсов. Ну, начнём с самых научных. Первое, что нужно сделать, ковырять носу, долго ковырять. Едя при этом воск или восковую свечу, не суть важно. Вы должны делать это в обкуренной комнате и с иголкой. Неважно, вы будете её держать или уколите себя куда-то. Второй метод. Вы должны будете сесть, как будто срёть в лесу и засунуть палец в жопу. Да. Вот так вот просто. И это её поможет избавиться от икоты. И самое последнее, самое научное. Единственное, что поможет вам вылечиться от всего. Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на того-то, с того-то на Федота. А если и есть Федот? Ну, братан. Тогда пользуйся двумя предыдущими методами. Больше вариантов нет. Но по поводу икоты, это может быть не только икота, но и что-либо другое. Скажем, рак-рак, перейди на Федота, с Федота на того-то, с того-то на Федота. Кстати, потому что доказано, что Федоты болеют в 20 раз чаще, чем остальные. Так что, если вы даёте имя ребёнку, и не хотите, чтобы он заболел раком и так далее, придумайте ему имя не Федот. Ну и что ж, последний метод секретный. Расскажу только за подписку на канал и лайк. Раз, два, три. Успели? Тогда продолжим. Это взять ножницы, кусочек языка, отрезать его, дальше перетереть в кашу, помазать лицо. А потом съесть? Нет, лицо не нужно есть, как и кусочек языка, хейтер. Пожалуйста, помолчи. А мазать всё это... Помазать всё это лицом, засунуть в уши ватные палочки и проходить в таком виде 10 дней. После этого вы больше никогда не будете ничем болеть.